Сура 72. Джинны. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Скажи, о Пророк, своему народу. Внушено мне откровением от Аллаха, что несколько джиннов услышали чтение Корана и уверовали в него. И затем сказали они своему народу. Поистине мы слышали и удивительный по содержанию ясности мудрый и красноречию Коран, который указывает на истинный путь. И мы, джинны, уверовали в него, в Коран. И больше никогда и никого мы не приравняем нашему Господу. Никого, кроме Аллаха, не признаем Богом. И также мы признаем, что Он, Аллах, при высокой величии Господа нашего, не брал себе ни супруги, ни сына. И также мы признаем, что говорил глупец из числа нас, джиннов, а именно Иблис, на Аллаха чрезмерное, далекое от истины, что якобы у него есть супруга и сын. И также мы признаем, что мы думали, что никогда не станут говорить люди и джинны на Аллаха ложь, и поэтому поверили тому глупцу. И также мы признаем, что мужи из числа людей обращались за защитой к мужам из числа джинов, и они, джинны, только прибавляли им, людям, страх. И также мы признаем, что они, неверующие люди, думали, как думали и вы, о джинны, что никогда Аллах никого не воскресит после смерти. И также мы признаем, что мы, джинны, коснулись неба, чтобы, как обычно, подслушать речи ангелов. Но в этот раз, когда начал ниспосылаться Коран, мы обнаружили, что оно наполнено могучими стражами, ангелами, которые охраняют небо со всех сторон, и которые метают пылающие светочи в тех, кто приближается к небу. И также мы признаем, что мы прежде сидели около него, неба, на седалищах, чтобы подслушать то, что там. Но кто прислушивается теперь, тот находит для себя подстерегающий светоч, который метает в него ангелы и который сжигает его. И также мы признаем, что мы не знаем, зло ли, плохое ли, желалось тем, что произошло в небе, для тех, кто на земле, для обитателей земли, или желал им их Господь истинного пути. И также мы признаем, что среди нас, джинов, есть праведные, остерегающиеся и благочестивые. И есть среди нас те, кто ниже этого, грешные и неверующие. И мы были придерживающимися разных путей. И также мы признаем, что мы думали, что никогда не ослабим могущество Аллаха на земле и никогда не ослабим его наказание бегством. Были убеждены, что нельзя спастись от наказания Аллаха. И также мы признаем, что мы, когда услышали про верное руководство, про Коран, мы уверовали в него, что это истина от Аллаха. А кто уверует в Господа своего, тот не будет бояться ни убавления его благих деяний, ни притеснения, что ему будут увеличены его плохие деяния. И также мы, джины, признаем, что среди нас есть предавшие себя полностью Аллаху. И среди нас есть уклонившиеся. А кто предал себя полностью Аллаху, те последовали истинным путем. А что касается уклонившихся, то они будут дровами для гиены. И скажи, о пророк, своему народу, внушено мне откровением от Аллаха, что если они, неверующие джины и люди, придерживались бы прямоты на пути веры и покорности Аллаху, то мы, Аллах, напоили бы их водой обильной, низвели бы обильные дожди. Чтобы испытать их этим, возблагодарят они Аллаха или же будут неблагодарными за дарованные блага. Ибн Аббас сказал, что этот аят был неспослан, когда курайшиты уже семь лет страдали от засухи. А кто отвращается от поминания Господа своего, от его книги, Корана и содержащихся в нем наставлений, того введет он в тягостное наказание и в этом мире, и в вечной жизни. И скажи, о пророк, своему народу, внушено мне откровением от Аллаха, что все места поклонения предназначены только для Аллаха, для поклонения только ему, поэтому не молите вместе с Аллахом кого-либо еще, не поклоняйтесь кому-либо еще, кроме него. И скажи, о пророк, своему народу. Внушено мне откровением от Аллаха, что когда поднялся раб Аллаха, пророк Мухаммад, обращаясь к нему с мольбой, когда совершал молитву, то они, джины, собрались в таком множестве, что чуть не столпились вокруг него, пророка, наваливаясь кучей друг поверх друга, услышав чтение Корана. Скажи, о посланник, этим неверующим, я обращаюсь с мольбой только к Господу своему и не предаю ему в сотоварища никого, никому, кроме него, не поклоняюсь. Скажи, о пророк, многобожникам, не распоряжаюсь я для вас ни вредом, не могу отклонить его от вас, ни истинным путем, не могу даровать вам пользу. Скажи им, поистине, не защитит меня от Аллаха, от его наказания никто, если я ослушаюсь его, и я не найду помимо него убежище, куда бы я смог убежать. Скажи им, о пророк, не распоряжаюсь я для вас ничем, кроме как только доведением от Аллаха того, что он повелел, и его посланий, с которыми он послал меня к вам. А кто ослушается Аллаха и его посланника, отвернется от его веры и закона, то поистине тому уже уготован огонь гиены ада, в котором они неверующие будут вечно пребывать. Многобожники и неверующие будут упорно пребывать в неверии и во вражде против посланника Аллаха до тех пор, пока они не увидят того наказания, что было им обещано, наказания в этом мире или в вечной жизни. И в тот момент, когда на них пойдет наказание, узнают они, многобожники, кто, верующий или неверующий, слабее помощниками, и у кого меньше число помощников. В тот момент многобожникам никто уже не поможет. Скажи, о посланник, этим многобожникам, я не знаю, близко ли то, что вам обещано, скоро ли наступит наказание, или Господь мой установил для него отсрочку. Ведь он, знающий сокровенное, и он не открывает своего сокровенного, не дает знать никому, кроме тех, которыми он доволен и избрал их в качестве посланника, таким он дает некоторое сокровенное знание. И тогда он представляет перед ним посланником и позади него стражей, ангелов, которые охраняют его от того, чтобы шайтаны из числа джинов не подслушали откровение, которое идет к нему, и не передали своим сообщникам из числа людей, и также от вреда, который исходит от шайтанов из числа людей. Чтобы знал он посланник, что они, прежние посланники, уже передали послание своего Господа. И он, Аллах, объемлет все, что у них, у ангелов и посланников, и исчислил он всякую вещь счетом, знает число и счет всего.